Друзья, всем привет! Всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня у нас планируется небольшой коротенький вложик. Не знаю, получится, не получится ли снимать, но мы сегодня едем на встречу с нашим медиа-агентством. Сегодня, можно сказать, будет решаться судьба нашего с вами канала. Недавно ко мне пришло ощущение, что я хочу как-то развивать свой канал, поднять его на новый уровень. У одной меня это не получается, так как мне тупо не хватает времени. Ты пока сидишь за этим монтажом два дня, у тебя какие-то интересные события проходят мимо, жизнь твоя вся проходит мимо. И, в общем, ну, в одиночку развивать крупный канал невозможно. Нужна помощь. И мы на семейном совете порешали, порешали и порешили, что мы хотим заключить контракт с каким-то медиа-агентством, которое будет помогать нам продвигать наш канал. Так как я абсолютно некомпетентна в каких-то организационных процессах, весь этот процесс взял на себя муж, он решил мне помочь, он нашел компанию, ну, он скромный человек, он нашел самую крупную компанию, это такой медиа-конгломерат CJ Entertainment. Если вы интересуетесь корейской культурой, смотрите дорамы, то все вы знаете, что такое CJ Entertainment. Это огромный, самый крупный в Корее медиа-конгломерат, где YouTube, это только такая маленькая-маленькая такое ответвление... 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 Друзья, мы приехали, находимся сейчас в Коэксе. Коэкс это... Как рассказать про Коэкс, что это? Это не торговый комплекс, это... Короче, здесь много чего есть, всякие выставочные залы, музеи, самый большой в Корее аквариум здесь находится, проводятся всякие мероприятия, короче. Друзья, это библиотека, находится в Коэксе, очень знаменитая библиотека. Заходим в корейский ресторан, здесь без записи нельзя поесть, поэтому здесь все зарезервировано, уже стоят закуски, уже все подготовлено. В Корее принято обсуждать дела за трапезой. В этой стране, как вы могли, наверное, уже заметить, вообще очень трепетное отношение к еде. Это неотъемлемая часть культуры, и корейцы просто обожают угощать. Вот и в этот раз нас очень щедро угощали, и не абы чем, а нашими любимыми блюдами. Это было вдвойне приятно. Друзья, нам опять принесли холодный, холодный зеленый чай со льдом, чтобы туда макать вот эту рыбу, так же, как мы ели в традиционном ресторане в городе Чучунжу сашими. Это Корея, когда стол уже ломится, уже места не хватает, а все несут, и несут, и несут еду. Софии подарили подарок, рисовые сладости такие. Друзья поели, столько много еды осталось, я не знаю, кому заказали столько много еды. Соня хорошо поела, и то ладно. А то все переживают, похоронили уже все, и Соня ест нормально, друзья. Не переживайте. Более чем нормально. Сидим, обсуждаем, как развивать дальше мой канал. Там офис, вы не ожидали, а вот так он выглядит. Отпечаток своей руки оставляют знаменитые ютуберы здесь, и потом проводится фестиваль, когда по этому отпечатку руки можно пройти на этот фестиваль, если у вас миллион подписчиков. Короче, София мечтает, мечтает, мечтает. Работай, Соня, работай, работай. Это такая маленькая студия была, раньше сюда приходили приятеры, и здесь снимались всякие видео. А сейчас за короной сюда не пускай людей, и здесь видят там макияж вот так. Косметика. Да, и здесь бьют и в руки, блогеры, они приходили сюда, там убирали эту косметику, снимали видео. Можно представить? Да, да, да. А, меня? Да. Друзья, это любовь. Если вы видите субтитры на моем канале на русском языке, на корейском языке, на английском языке, это делает любовь. Спасибо ей огромное. Всем привет. Красивая девушка и знает кучу языков. Рай для Сони, да? Да. Очень красивый офис. Так, давайте посмотрим вид из окна. Си-Джей. Друзья, мы приехали домой, закупили вот продуктиков. Сейчас буду делать так, кальби, мое любимое блюдо. Начинаю приготовление блюда. Сначала обжарила то, рисовые клетки, там внутри сыр. Потом добавила сам такальби. Такальби – это куриные ребрышки. Теперь обжариваю это все так. Потом еще нужно будет добавить соус и овощи. Капуста. Самое главное здесь – это капуста. Капусты нужно много, тогда будет настоящий такальби. Все обязаны это попробовать, когда будете в Корее. Это же самое крутое блюдо. Ну, на мой вкус. Конечно, вкусы у всех разные. Это немножко остренько. Хотя в ресторанах сейчас можно попросить. Сейчас рестораны стали ориентироваться на иностранцев, поэтому многие рестораны делают неостро. Можете не переживать на этот счет. Просто прийти в ресторан и сказать «ноу-спайси». Все понимают. Теперь добавляем капусту. Я в этом блюде больше всего люблю овощи, поэтому я кладу очень много капусты. И, в принципе, я мясо не ем, я ем одну капусту. И выливаем вот так сверху соус. И перемешиваем это все. Ну, сонгына как здорово получается. Все? Все. Та-да-дам! Еда богов, друзья. У меня здесь еще рыба есть. Я вчера ездила в русский центр, набрала там кучу. Это, как называют, брюшки семги. Копченые. Просто потрясающе вкусные. У нас в русском магазине продают вообще все-все-все. Когда ностальгия по русской идее, я всегда туда ежу. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы теперь узнали, как работает бизнес по-корейски. Это бизнес по-корейски. Это когда вас кормят, кормят, кормят. И в процессе этого вы успеваете еще обсуждать какие-то дела. Нам это очень нравится. Мы, конечно, любим поесть. Все очень здорово, все очень прикольно. Будущее у канала замечательное. Нас ждет просто бурное какое-то развитие. Коллабы уже скоро будут со всем самыми знаменитыми блогерами. У меня к вам есть небольшое предложение. Большое предложение. Очень большое и очень важное предложение. Дело в том, друзья, что мне уже давным-давно и позарез нужен монтажер моих роликов. Я его очень давно ищу. И все тщетно, все мои попытки найти его тщетно. Я хочу снимать для вас 24 на 7. Я хочу снимать постоянно. Я хочу, чтобы ролики выходили как можно чаще. А вообще в идеале каждый день. И я готова снимать каждый день. И у меня от идей просто взрывается голова. Мне хочется снять и то, и другое, и третье. Но, да, мне не хватает монтажера. Это самое главное. Если вы обладаете навыками монтажа. И если вы, самое главное, знаете два языка. Корейский и русский. Потому что субтитры писать, конечно, не нужно. Но элементарно нужно понимать, о чем речь в видео, чтобы делать какой-то монтаж. Сами понимаете, мы перепрыгиваем с одного языка на другой. И чтобы понимать, уловить смысл, нужно знать два языка. В общем, если вы уверены в своих силах. Если вы чувствуете, что вы с этим справитесь. Если вы знаете оба языка. Пожалуйста, обращайтесь на... Пишите мне на почту. Которая вот внизу будет сейчас в описании. Вот. Что еще хотела сказать. Если вспомню, скажу завтра. В общем, друзьям уже хочется спать. Всех вас люблю. Всех обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.